Хорошо говорит по-русски, да и вообще Восточная Европа для него не терра инкогнито. Много работал в России, а в Беларусь приехал с должности замгенерального секретаря Шанхайской организации сотрудников. Получено и правотворно. И китайская сторона готова... Стан. Его порой называют потенциально великой державой, пока и сотрудничество с Минском потенциально широко. Смена власти пару лет назад несколько изменила курсы Сламабада на более активное взаимодействие с государствами-донорами. Денег, конечно. Посол-однофамилец пакистанского премьер-министра готов помочь перезагрузке отношений. Мы бы очень хотели, чтобы визит в Минск на высшем уровне состоялся как можно скорее и как только позволит ситуация с ковидом. Премьер-министр Пакистана принял приглашение, и я думаю, что это станет прекрасной возможностью для углубления сотрудничества. В какой-то момент заставит отойти от привычных сдержанных фраз. Текущий момент можно оценивать по-разному. Но для нас очевидно одно. Белорусы, те Беларусь, очень переживают и строят разные схемы воздействия на белорусскую власть и президента с целью свержения существующего строя. Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь. Он один, других нет. Только белорусский народ это сможет сделать. На основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской конституции. В Беларуси было русское народное собрание. Услышать все своими ушами. Но что бы ни происходило внутри. Поэтому нам не следует идти в помощь, на поддержку тех беглых, которые сегодня окопались в Польше и странах Балтии, в частности в Литве. Мы это знаем. Я хочу, чтобы они об этом знали. Делить европейский грант все равно, что шкуру не убитого медведя. Александр Лукашенко убежден, что знает, в чьих карманах осядут деньги. А уж что важнее, спасать жизни от ковида или спасать репутацию оппозиции, вопрос риторического бы желания. Будут проблемы, будут вопросы. Говорите о них. Мы вам покажем, насколько мы открыты в отношениях с любыми государствами, особенно с вами. Работа без границ – это ведь как раз про диплом.